Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Абуталибова. И вот главная тема выпуска. Нож в бедро. Конфликт в Карабудахкинском районе закончился кровопролитием. Если мы встретим браконьеров, мы сможем догнать их на этом катере? Конечно. Техника довольно-таки серьезная. Мощности достаточно. Скорости высокие. На Каспии здесь пока мы не наблюдали такой техники, которая могла уйти от нас. Закон им не помеха. О борьбе с нелегальной деятельностью браконьеров в Каспийском акватории расскажем в выпуске. Сумадинский район с рабочим визитом. О подробностях поездки премьер-министра республики Абдул-Муслим Абдул-Муслимова и ее итогах узнаем через несколько минут. В селении Агачаулка Рабудахкинского района житель Хасавюртовского района ранил в область левого бедра своего знакомого. Пострадавший госпитализирован, а злоумышленник задержан. По словам молодого человека, некоторое время он и сестра пострадавшего поддерживали близкое общение. Узнав об этом, брат девушки запретил это общение. Диалог перерос в конфликт, который и закончился кровопролитием. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Браконьерские сети конфискуют, добычу отпускают на волю. В разгаре нерест рыбы и в регионе еженедельно проходят рейды рыбоохраны. В ходе очередного дозора в акватории Каспия, вблизи бухты Сулак, обнаружено 500 метров браконьерской сети. Подробности у Карима Даниева. Им нужна только нажива. Каждый год в акватории Каспия незаконно вылавливается тысячи тонн рыбы. Деятельность браконьеров тяжело усмирить. Они не остерегаются штрафов, их не волнует ущерб наносимой природе. Пограничный сторожевой катер готов к выходу в открытое море. Сегодня перед экипажем стоит важная задача – найти и обезвредить незаконные сети, которые наносят непоправимый ущерб водным ресурсам. От его взора тяжело ускользнуть. Когда за дело берется командир катера Арсен Муртаев, у браконьеров остается мало шансов. Если мы встретим браконьеров, мы сможем догнать их на этом катере? Конечно, техника довольно-таки серьезная, мощности достаточно, скорости высокие. На Каспии здесь пока мы не наблюдали такой техники, которая могла уйти от нас. Дарик показывает направление. Экипаж проинструктирован, технические средства катера проверены, отправляемся. Путь держим в сторону бухты Сулак. Капитан и экипаж быстроходного корабля внимательно вглядываются на водную гладь. Обыватель ничего не увидит среди волн, но заточенный взгляд сотрудников рыбоохраны не пропустят даже малейшую деталь. Вот и в этот раз не прошло и получаса, как они заметили бутылку, выполняющую роль поплавка для сети. Обнаружена сеть вставная. На данных сетях нет опознавательных бирок, маркировки, свидетельствующихся об ее принадлежности какой-либо работающей организации. Изымаем данную сеть из акватории Каспийского моря. На верхнем подборе у нас установлены вместо поплавков пластиковые бутылки, что мы и наблюдаем. На нижнем подборе обломки строительного кирпича. Данные сетные орудия лова могут набрать, скажем, от 150 килограммов до тонны рыбы. То есть все зависит от того, на сколько времени оно установлено. Это первая на сегодня добыча, и она оказалась крайне ценной. В браконьерских снастях обнаружили краснокнижного осетра. Рыбу выпустили обратно в свободное плавание. В живом виде выпускаем естественное средообитание. Специалисты признаются, что это очень важная находка. Такие методы улова создают серьезный урон водным биологическим ресурсам. Тем более, что подошел период нереста. Следует отметить, что среди выловленной рыбы есть экземпляры особо ценных видов. Это осетровые. Один экземпляр нам удалось спасти и выпустить в живом виде. Второе – неполовозрелый. Вот он погиб. Значит, ущерб причинен, несомненно, значительный. В сумме это будет пересчитано органом дознания по таксам. Но, говоря уже по конкретным видам рыб, можно сказать, что причиняемый ущерб как экологической значимости существенный. Это выловленная неполовозрелая осетровая рыба. Значит, она не дает потомства. Соответственно, изъятая из оборота. И, фактически, от этого экземпляра, может быть, как раз уже и не разовется там следующее потомство в значительном количестве, что подрывает в целом запасы осетровых. Сети извлекли из воды, упаковали в мусорный мешок и начистили палубу. Плывем дальше. На этом работа не закончена. Ежегодно в Каспийской акватории измают километры сетей. Проблема стоит остро. Успех не заставил себя долго ждать. Вот и вторая сеть, оставленная браконьерами. И в ней также ценная порода рыбы – кутум. Проблема стоит очень остро. Но мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы скоренить это зло. Постоянно, практически каждый рейд, мы проводим траление. Изымается значительное количество сетей незаконных орудий лова. Например, вот в этом году уже изъято свыше 20 километров сетей. У браконьеров изъято свыше 6 километров незаконных орудий лова, основных сетей. Ну, вот примерно то же самое, что мы сейчас с вами вытрали. День результативный. Подобные рейды проходят регулярно. Борьбу с браконьерами ведут как на воде, так и на суше. Только за 6 месяцев прошлого года было изъято свыше 2000 тонн контрабандной рыбы. И природоохранные службы только наращивают обороты. Карим Даниев, Салман Гетехмаев, Новости ННТ. Более 30 тысяч людей получили новые выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пособия были введены по поручению президента для семей с невысоким доходом. По данным Пенсионного фонда республики, нуждающимся перечислено в общей сумме более 400 миллионов рублей. Подать заявление на получение можно на портале Госуслуг в клиентских офисах Пенсионного фонда и МФЦ. По правилам, заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней. Ремонт дорог, строительство детского сада и открытие футбольного поля. Поездка в Цумадинский район премьер-министра Дагестана оказалась насыщенной. Какие объекты посетил Абду Муслим Абду Муслимов и какие решения были приняты по итогу визита в нашем следующем сюжете. Автомобильные дороги до Хушета Бытия. Об этом заверил премьер-министр во время рабочей поездки. Напомним, что в начале года в социальных сетях распространилось видео, где жители села несут беременную женщину на носилках по узким горным тропам. Населенный пункт, где проживает около 300 дворов, проживает более тысячи человек. Здесь имеется школа и другая инфраструктура. Поэтому здесь в первую очередь необходимо построить дорогу для того, чтобы, ну как это жить, например, в 21 веке, в 22 году, в 21 веке, без дороги. Премьер-министр осмотрел участок дороги в селе Гигатли-Урух. В прошлом году здесь был обвал горной породы, планируются восстановительные и берегоукрепляющие работы. Вместе с тем строительство и расширение дороги проходит на участке Аквали-Шаури-Кидиро. Объект должен быть сдан до конца года. Правительством выделено порядка 80 миллионов рублей. А в целом, республиканские дороги, они, конечно, строятся за счет республиканских средств. И для этого у нас в республике, похоже, что на сегодняшний день имеется достаточное количество средств. Эти дороги будут строиться, будут ремонтироваться с учетом требований сегодняшнего дня. Премьер-министр посетил открытие футбольного поля в селе Эчеда. Стоимость спортивного сооружения составляет более 10 миллионов рублей. Общая площадь – тысячи квадратных метров. Абдул Муслим Абдул Муслимом вручил грамоты правительства республики местным предпринимателям, принявшим участие в возведении объекта. Сюда иди! Внимание было уделено и другому спортивному объекту. Центр спортивной подготовки по единоборствам, строящийся в селе Сильди по поручению главы Дагестана. В организации работ по его возведению самое активное участие принимал заслуженный тренер России Абдулманап Дурмагомедов. Комплекс может вместить около 100 спортсменов. Для 50 спортсменов он уже готов. Как-то мы решили ее увеличить. Еще начали строить, еще начали строить. Я думаю, в этом году она должна закончиться. Я думаю, что конец года завершится и можно даже ее открыть. Без внимания не остались детские сады и медицинские учреждения. Премьер-министр встретился с врачами, которые приехали в рамках программы «Земский доктор». Медики положительно оценили условия труда. Патиман Ханапов, Мурат Пикбарзов, Новости ННТ, Цумадинский район. Дагестанский борец-классик Шарап Алиханов выиграл золото студенческого чемпионата России. Соревнования накануне завершились в подмосковном Солнечногорске. Награду высшей пробы Алиханов завоевал среди участников весовой категории до 125 килограммов. На турнире подопечный тренера Алимидета Исмаилова провел 4 победных поединка. В финале он одолел представителя Татарстана Ментимера Хайрудинова со счетом 3-1. На турнире спортсмен представлял Дагестанский государственный университет. Еще один дагестанский классик Абдул-Азиз Магомедов стал в Солнечногорске вторым в весе до 87 килограмм. И на этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Я с вами прощаюсь. До свидания.